Вот так вот, вот так вот. Настя Горбенко вчера выиграл 100-комплекс, сегодня будет 400 метров, причем в 400-метровке она чемпионка Южной Европы. Было это, правда, давно, но все равно вспоминаем. Ну и Сюзанна Якобыш, как главный соперник для Горбенко, хотя, ну, мне кажется, немножко неравное соперничество теперь. Годик бы два назад я бы сказал, что Якобыш главный фаворит. Сейчас, конечно, Горбенко поинтереснее выглядит, хотя утром разница, да, почему утром, предварительно, что не было. 4.30-55 у Сюзаны заявлено и 4.32-67 у Насти заявлено. Ну, Вёгельман, конечно, меня интересует, Хорска должна быть интересна с ее брасом. Вёгельман это в полной мере королистка, посмотрим, насколько быстрое будет начало, но в целом, конечно же, вот Настя Горбенко на ваших экранах и ей, собственно, слово. Рекорд мира принадлежит Мирея Бельмонта 4.18-94. Рекорд Кубка мира такой же, потому что Мирея Бельмонта установила данный показатель в 2017 году на этапе в Эндховене. Кстати, пока еще не фиксировался юношеский мировой рекорд. Ну, вот кто на это может претендовать? Ну, вот Зоя Диксон по седьмой дорожке плывет, она у нас четвертого года, соответственно, она по юниорам еще, сколько получается, два месяца может выступать. Ну, и, собственно, если она проплывает быстрее, чем 4.23.33, то этот результат будет зафиксирован в качестве юношеского рекорда мира. Все рассказал, все рассказал. Ну, осталось только напомнить для тех, кто пропустил нашу вчерашнюю трансляцию. Ну, я думаю, что не пропустил, просто, может быть, прослушал меня, потому что пропустить нашу трансляцию было невозможно. Но так или иначе, за что бьемся? Да, Кубок мира, что это такое? Четыре этапа. Мы наблюдаем с вами второй день из трех в Берлине. Дальше у нас будет Будапешт, затем у нас будет Доффа, и в завершении месяца у нас будет Казань. Вот четыре этапа. Четыре этапа, три дня соревнований, соответственно, в зачет идут по три дистанции у каждого человека. Можно меньше, можно плыть больше дистанции, в зачет пойдут все равно только три. Подсчет очков следующий. В заплыве 10 баллов получает победитель, 8 баллов серебряный призер. Ну и начиная с бронзы, там уже 6, 4, 3, 2, 1 и так далее. Но к этому добавляются очки за ценность результата по системе очков Фина. Я, честно говоря, могу, конечно, называть, но вот на данный момент очень лениво, потому что для этого нужно лезть в протоколы уже завершившихся заплывов, спустя какое-то время и прочее, прочее. Затем нужно погружаться в таблицу очков Фина, смотреть там допуски, прибавлять, а это уже, честно говоря, 10 минут как проехали. Поэтому позволим организаторам самим считать, тем более, что первый этап, ну что он определяет? Ну, разве что только первую десятку по итогам этапа. Она, кстати, тоже премирует с какими-то денежными радостями. Но общий зачет, конечно же, будет ближе к Казани. Нам интересен и думаю, что уже к Казани мы с вами с калькуляторами проживем. Ну, а пока у нас Светлана Якобыш выиграет много и легко. Настя Горбенко вообще никуда не торопится. Диксон, кстати, идет второй. Но на рекорд мира вряд ли, потому что 4.23 тут и Якобышка не поплывет. Сейчас ждем Хорску. Может, теоретически Кристина Хорска по шестой дорожке жахнуть именно этап брасом. Причем и Горбенко может брасом сейчас сильно добавить. Ну, много, много отпустили Светлана Якобыш. Теперь вы, что называется, догоняете. Диксон идет по дорожке номер 7. По шестой идет Хорска. По пятой идет Горбенко. Ну и, честно говоря, такой еще, что Финьки вообще не торопится. Две американцы. А, это Демллер еще. Да, Демллер, Кэтлин Демллер по второй дорожке. Ну вот, Хорска потихонечку догоняет Настю Горбенко. Настя, в свою очередь, догоняет Диксон. Ну и над всем этим по-прежнему лидирует Сузанна Якобыш. Ну, с таким отрывом даже последняя 100-метровка вольным ничего, собственно, Сузанне не угрожает. Более того, Сузанна на сутки чемпионка Европы и высоте 4 по 200 королевой. Был такой этап в венгерской истории. Правда, это был в 16-м году. Ну, так и что? Смотрите, какой отрыв. 4 секунды. Ну, попробуй догнать 100 метров за 4 секунды. Тут даже, наверное, Эмма Макеон-то не справилась. Хотя нет, Эмма, может быть, и справилась. А может, нет? Не хочу загадывать. Итак, Горбенко сражается за серебро сегодняшнего заплыва. Вместе с этим она борется за зачетные очки. Причем за зачетные очки и по месту, и по ценности результата. Кстати, Сузанна Якобыш вчера вообще не уходила. А ведь вчера был... А что вчера было интересного? Из нее заслыл. А ничего, собственно, и не было. Сегодня, чуть позже, я говорил, будет 200 бутерфляров. Там, наверное, Сузанна опять-таки продемонстрировала свои возможности. Пока сложно предположить, кто будет. Что, собственно, я придумал. Там можно же посмотреть. Ладно, лениво. Давайте все-таки к 400 комплексу. Тем более он завершается. Итак, Сузанна Якобыш выигрывает данный заплыв. И результат у нее пока неизвестен. Горбенко вторая, Хорска третья. Ну, вот как-то совсем Диксона развалилась на последних двух этапах. Вроде бы спину и Дельфин так начинал неплохо. Кстати, вроде моя сезона Якобышка 4.31. Это довольно неплохо. Ну, Сузанна и на прошлой неделе так более-менее ожила в другого рода соревнованиях. Но, ну, 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 что я тут могу сделать? Я удивлен большому, сильному, страшному поражению у Горбенко. Потому что я не ожидал, что Горбенко так отпустит после первых двух этапов Сузанны Якобышки. Она, конечно, призер, я имею в виду Сузанна, призер чемпионата Европы на 200 бат. Когда-то давно плавал 200 спину, но все равно, ну, Горбенко не настолько слабее в первых двух элементах 400 метров, чтобы так отпускать. Вот результаты. 31.15 у Якоба, Горбенко 34.73. Ну, кто нам интересен? Да, наверное, хватит. Наверное, хватит. Сейчас он...